Друзья, всех витали! Это канал Фабрика Новин. Ставьте лайк, подписку. Я Анастасия Федор и сегодня с нами Ахмед Закаев, чеченский политик, голова уряда Чеченской Республики Чкерия в Игнани. Ахмед, здравствуйте! Здравствуйте, Анастасия! Спасибо большое за время, потому что сегодня очень много важных разговоров, в том числе об Ичкерии. И, к сожалению, сейчас в центре внимания Кадыров, наверное, с него бы я начала, но с такого более глобального вопроса. Вот пишет Институт изучения войны, что сейчас Розан Кадыров продолжает прилагать усилия по сохранению значимости региона в политической и военных сферах России. Мы наблюдали встречи с Путиным и такое подобное, об этом мы тоже поговорим. Но если серьезно, Чеченская Республика Чкерия в военной сфере какую роль играет, если мы знаем, что за Украину воюют только пять чеченских батальонов? Тогда Кадыровцы, кто они? Как много их сегодня на стороне российской армии на самом деле? Если говорить о роли вообще Кадырова и кадыровцев в русско-украинской войне, то в процентном отношении это будет 0,00000 каких-то сотых, десятых. Абсолютно я это говорю, абсолютно точно, потому что я знаю. Да, первые дни, год назад, когда Путин замыслил завоевать Украину в течение пяти-шести дней и через семь дней здесь в Киеве провести военный парад победы, то тогда кадыровцы и кадыров играли очень важную роль для Путина, потому что задача у них была одна. Это когда будет покорена Украина, и если вдруг будут какие-то протестные акции, в частности в Киеве, вот подавление этих протестных акций и была задача у кадыровцев. И поэтому нам их все время показывали очень грозными, бородатыми, здоровыми, и вот что они все время подчеркивали, что они исключительно лояльны Путину, и они путинские пехотинцы и готовы выполнить любой приказ. В этом отношении, именно в пропагандистском плане для Путина этот фактор играл очень огромное значение. Потому что Чечня, которая находится под российской оккупацией, Чечня, которая в результате двух войн потеряла более 300 тысяч чеченцев только гражданского населения, среди них 42 тысячи это были дети. И вот на фоне всей этой масштабной трагедии и тех преступлений, которые совершил Путин на территории Чеченской Республики, ему нужно было показать всему миру, что чеченцы и весь чеченский народ с ним заодно, и они сейчас вместе пытаются освободить Украину от нацистов. Как они в свое время освободили Чечению от исламских террористов. Вот одна и та же была правовая, идеологическая платформа Путина. И в этом отношении кадыров играл очень важную роль чисто пропагандистских целей. А в военном отношении или в военной составляющей это 0%, потому что они абсолютно не приспособлены к ведению таких боевых действий, которые идут здесь. Они не были к этому подготовлены. Вы знаете, что с 90-го года, с 94-го точно, российскую армию не призывали, с 90-го года советскую армию и в последующем российскую армию не призывали чеченцев. Хотя 90-го по 94-й, это немного еще, где-то в каких-то регионах чеченцы служили в советской армии, ну и они переводились на территорию Чечни. И поэтому вот это поколение, поколение кадыровцев, которое выросло под российскими бомбежками, они вообще не были подготовлены к каких-то введениям боевых действий или войсковых операций. Что и показало первые дни, как они были разгромлены. И они после этого пользовались только тиктоком и вот в этом отношении. И я поэтому думаю, для Кадырова, вот отвечая уже на вторую часть вашего вопроса, что он очень хочет представить Чечню не чуть ли главным в этой войне и войне, которую Россия ведет в Украине. На самом деле это давно уже не так. И чеченцы, и чеченский народ давно поняли суть всей этой войны и суть всей проблемы, которая здесь складывается. И та противополитическая площадка, на которой держался Путин и Кадыров в Чечне, то есть спасение чеченского народа, спасение молодых чеченцев, она уже полностью себя дискредитировала, когда Путин начал направлять в Чечню чеченцев для убийства и качестве пушечного мяса. Вот эта платформа уже размыта и поэтому сегодня чеченский фактор в украинской войне, если не считать уже нашу сторону, которая реально находится на стороне украинцев и воюет против русских, никакой роли не играет. Мы часто от военных слышали, кстати, что Кадыровцев нету на первых линиях, они не воюют, они где-то стоят там взаду, ждут чего-то. А в общем, вот вы сказали, не призывают чеченцев. Я так понимаю, что сейчас тоже чеченцев не призывает на войну, потому что боятся, скорее всего. Там Кадыров, так понимаю, набирает свой пул Кадыровцев каких-то, но в общем так массово не призывает, потому что чего боятся, что потом с оружием пойдут в другую сторону? Абсолютно. Именно этого боятся. И вот именно опыт первой войны, когда чеченцы с одними автоматами и гранатометами покорили так называемую великую державу, это были все участники, это были люди, которые служили в советской армии. И вот именно находясь в советской армии, они были подготовлены к каким-то боевым, выполнять какие-то боевые задачи. И поэтому Джохар Дудаев говорил, что сегодня весь народ это чеченская армия, потому что все, кто прошли тот период службу советской армии, они в принципе с оружием в руках вышли на войну и победили Россию. И это очень хорошо помнят российские генералы, которые столкнулись с чеченцами впервые на поле боя в 90-е годы. И после этого они пытаются избегать, подготавливать чеченцев, если даже они считаются коллаборантами или же пехотой Путина. О Кадырове. Видели, что 13 марта он встретился с Путиным, чтобы обсудить социально-экономические достижения Чечни. В прошлом году очень интересная тема у них была, но все увидели, в каком состоянии был разум Кадыров, и увидели даже у него на пальце предмет, связанный с его верой в Бога. На самом деле, о чем говорили? О том, что пора уходить, о том, что болен, пора искать замену. О чем? Дело в том, что мы видели двух больных людей, на самом деле, не только одного. Мы видели и второго, который цепляется за стол и пытается послушать вот этот бред, который нес Рамзан Кадыров. Но вот эта встреча, она больше нужна была Путину, чем Кадырову. Сегодня Путин не ставит вопрос о замене Кадырова. Пока он дышит, он будет за него цепляться. Потому что вот такой подготовленный в плане предательства, коллаборационизма, жестокости по отношению к своему собственному народу, найти второго, такого будет сложно. И даже вот этот петушок, который они привезли, этот сыночек Путина, 17-летний, который представляли нам и показывали, что династия Кадыровых не заканчивается даже на Рамзане Кадырову, это тоже был из той пропаганды, которую Путин ведет по отношению к Чечне и относительно тех, кто выступает против Кадырова. Поэтому вот эта встреча была нужна больше Кадырову, вернее Путину, чем Кадырову, потому что Кадыров действительно болен. И ему сейчас, когда нарисовали вот эту социальную программу, которую он якобы выполнил в прошлом году, вы видели, какой был шрифт, руки трясущиеся, руки, его просто привезли и посадили. Это было желание самого Путина, чтобы продемонстрировать другим силовикам, которые требуют от него избавиться от Кадырова. И на место Кадырова поставят свою более лояльную и вменяемую фигуру. Путин на это не идет. И он демонстрировал это тем, что он пригласил Кадырова, когда были слухи, что Кадыров там отодвинут, Кадыров отстранен. Чтобы развеять эти слухи, он его и пригласил, и показал свою решительную, свою решимость сохранить Кадырова во что бы то ни стало. Вот это мы видели вот тогда, когда позавчера, два дня назад, когда эти кадры прошли. В 2020 году Кадыров Рамзан в своих соцсетях вспоминал как-то первую встречу с Путиным свою. Встречался он с ним в Сочи в 2000 году, это 23 года назад, если брать от сегодняшнего дня. После встречи такой в 2004 году убили его отца Ахмата Кадырова. Две недели назад мы видели также, что 17-летний сын Рамзана Кадырова также встречался с Путиным. Не повторяется ли история сейчас? И все-таки, как вы говорите, скорее всего сегодня Кадыров еще удобен Путину. То есть не идет это какое-то повторение истории, что Кадыров может скоро не стать, убрать его могут. Или даже если не Путин может, покружение ближнее. Да, безусловно. Физически Кадыров может не стать в любое время. И вот его болезнь, хотя есть предположение, что это вот тот образ жизни, который он вел все эти последние 15 лет, прием этих наркотических средств, энергетические, там разного рода, что это сказалось на его физическом здоровье, и он себя очень получил. Но есть другая версия, что была попытка его физически ликвидировать, то есть, что он был отрадован. Я не придерживаюсь ни той, ни другой версии, потому что это вопрос конспирологии, я не знаю точно, что с ним произошло. Что бы с ним ни произошло, мы знаем одно, что мы все смертные, и мы не знаем, когда что нас ожидает. И именно поэтому Путин тоже допускает, что Кадыров может в любое время умереть, но он нам продемонстрировал, показав его сына, что на Кадырове, даже Рамзане, не заканчивается его политика по отношению к чеченцам и к чеченскому народу. Вот это было самое важное. Дело в том, что с самого начала убийства Кадырова-старшего, или назначения Кадырова-старшего человека, который, в принципе, был просто аморальным типом, хотя он являлся муфтием, да, человек, который своровал деньги паломников и сидел за это в тюрьме, когда этот процесс начинался, и после этого был освобожден КГБ, и его навязали в качестве муфтия, заместителя муфтии, и поэтому он вошел в историю как сторонник независимости, хотя он никогда таковым не был. И Путин сделал ставку именно на него. Я помню разговор в Лихтенштейне у меня с Русланом Хасбулатовым по поручению Астана Масхадова, я с ним встречался, Руслан Хасбулатов, это председатель Верховного Совета Российской Федерации, может, вы не помните его, но наши слушатели его помнят, в общем-то, очень серьезный политический и государственный деятель, который, кстати, тоже был против нашей независимости на определенном этапе, и он рассчитывал, что Россия сделает на него ставку. И он рассказывал мне про свою встречу с Кадыровым-старшим, когда тот приехал в Москву убеждать Руслана Хасбулатова его поддержать в качестве главного назначенца и коллаборанта в Чеченской Республике. Это уже когда началась Вторая Чеченская война, когда они выбирали роль главной марионетки и кандидатуру. И эти кандидатуры были Завгаев, Хаджиев, Хасбулатов, и в это число втесался и этот Кадыров, Ахмад Кадыров. И вот он ему задал вопрос, кем вы работали до начала войны? Тот говорил, ну я муфти. Ну вот работали вы мулой, ну и продолжайте работать, и не лезьте в политику. На самом деле с этого момента, когда Кадырова-старшего назначили, это был вызов чеченскому обществу. Когда вытащили из тюрьмы Беслана Гантамирова, который сидел за коррупцию, за какие-то финансовые махинации, его вытащили, Путин вытащил из тюрьмы, человека, который был осужден по их законам. Они его вытащили и назначили министром внутренних дел Чеченской республики. Это была такая показательная демонстрация унижения чеченского народа. А в последующем, когда уже был ликвидирован Кадыров-старший, и на его место назначили Рамзана Кадырова, это был вообще вызов всему чеченскому обществу. Но тогда чеченский народ эту ситуацию стерпел. Почему? Потому что шла война, очень жестокие репрессии, жесточайшие этнические зачистки на территории Чечни. И в этой ситуации появился вроде бы человек чеченоговорящий, который якобы пытается защитить чеченцев от федералов. И вот идеология строилась на том, что Кадыров старший и младший спасают чеченскую молодежь от российских оккупантов. И вот в этой связи как бы он был принят, и вернее он сохранился. За ним стояла очень мощная российская силовая составляющая. И чеченцам тогда это было выгодно, потому что на определенном этапе чеченцы, имея вот опыт, многовековой опыт противостояния с Россией, у них выработался иммунитет самосохранения. И на определенном этапе чеченцы приостанавливают сопротивление масштабное и пытаются сохраниться как нация. Вот в этот период и появился младший Кадыров, когда чеченцы пришли вот к этому своему опыту, который у них имеется для сохранения нации и народа. Вот это имело. И сейчас Путин показывает, что политика его продолжается по отношению к чеченскому народу. Но он забыл о том, что сегодня уже сама Чечня другая и Россия другая уже. 20 лет назад, когда он начинал, весь мир был на стороне Путина. И чеченцы были вынуждены принять это. А сегодня весь мир против Путина. И на самом деле это показатель того, что ситуация кардинально изменилась. Если 20 лет мир был за ним и против чеченцев, сегодня весь мир против Путина и за украинцев. И наш вопрос сегодня, в принципе, рассматривается в контексте той войны, которую Украина ведет против России. И поэтому сегодня ситуация совершенно разная. И то, что Путин пытается сохраниться и повториться очередной раз, как 20 лет назад, из-за этого у него ничего не будет. И ни у него, ни у Кадырова. Вот мы еще поговорим о возможном восстании чеченцев сегодня, потому что понимаем, к чему все идет. Сейчас мир точно не на стороне России. Еще вот такой вопрос. Есть в разных источниках информация, что Рамзан Кадыров был замешан в убийстве своего отца. Не ощущает ли сегодня сам Рамзан угрозу от своего сына или, может, угрозу после встречи сына с Путиным? Вот здесь какая-то связь может быть? Ну, на ментальном уровне, что у него в голове происходит, мне сложно судить. Может быть, это и была тревога, и потом Путин тоже решил все-таки это тоже снять, пригласив Рамзана Кадырова самого в Кремль. Ну, я думаю, что изначально желание было самого Рамзана Кадырова, чтобы Путин его принял, чтобы показать опять-таки чеченцам, которые начинают разочаровываться влиянием Кадыровых на Путина, на Россию, и им нужно было, важно было показать, что вот Путин не только с Рамзаном, но и с его сыном, с его фамилией продолжает иметь теплые дружеские отношения. Относительно того, причастен Рамзан Кадыров к убийству, но у нас такая версия, наша генеральная прокуратура, прокуратура Чеченской Республики Ичкерия, такая версия рассматриваться, и возбуждено уголовное дело даже по факту убийства Кадырова. И поэтому Кадырова-старшего имеется в виду. Нужно будет разобраться, кто был причастен. У нас проведены определенные следственные мероприятия по этому поводу, и одним из подозреваемых причастностей к покушению на Ахмад Хаджи Кадырова является его начальник службы безопасности, который в то время был Рамзан Кадыров. Вас называют личным врагом Кадырова. Какая у вас с ним связь? Какие контакты, может, были? Что можете сказать лично о нем, как о человеке? Так, лично контактом у меня с ним был один или два телефонных разговора, которые он мне позвонил. Один раз на мой телефон позвонил другой человек и передал трубку ему. Первый раз он позвонил на трубку человека, который был рядом со мной, и он передал мне трубку. Вот это все было два раза. Но я, на самом деле, 2009, 2010, 2011 годы, после того, как Грузию, после того, как Россия признала Абхазию, Южную Осетию независимыми государствами, на заседании правительства и парламента было принято решение попытаться склонить чеченских коллаборантов на сторону того, чтобы они уже сами заявили о том, чтобы Путин признал Чечню независимой по аналогии Абхазии и Южной Осетии. И вот тогда и парламентом, и правительством Чеченской Республики мне было поручено вести вот такие переговоры с коллаборантами. И я встречался с тогдашним председателем, спикером парламента в Осло и в Лондоне. И мы говорили и обсуждали именно вот эту тему. Но нам, к большому сожалению, не удалось склонить их к этому, потому что Кремль, в принципе, уже поняли, с чем связаны наши контакты и к чему мы их призываем, и они у нас прекратились. И с этого времени никаких контактов не было. А, естественно, и Рамзан Кадыров посчитал, что и тогда, что я его очень серьезно обвел и в политическом плане, что мы их переиграли. И с этого времени практически у них началась ненависть ко мне, потому что остальные все якобы такие известные наши политические деятели, кто погиб, кто уехал, кто самоотстранился. И, в принципе, остался я и наш государственный комитет деоккупации, который все время всему миру говорил о правопреемственности наших структур власти, о легитимности наших структур власти. И с этого момента уже мы стали, и я, в частности, стали личными врагами Кадырова, потому что мы представляем реальную угрозу. Если бы сегодня не мы, Рамзан Кадыров рассчитывал или рассчитывает, что он вошел бы в историю как национальный герой. Но пока есть мы носители идеи независимости и сохранения нашей правопреемственности, он является просто банальным предателем и национал-предателем, и государственным изменником. И именно исходя из этого складывается его отношение ко мне и к моим соратникам, которые продолжают борьбу за независимость. А вот в тех двух телефонных разговорах, как он себя вел? Он просил, он каким-то, может, плохим тоном говорил. Какие, в общем, последние слова были от Кадырова, когда вы уже поняли, что все, вот вы попрощались, да, и вы понимаете, что все, он считает вас врагом? Нет, это произошло не во время телефонных разговоров. Во время телефонных разговоров, когда он просто приглашал меня, звал, сказал, какие у них достижения, если я приеду, что у нас все получится, что все уже, Чечня свободна, независима. А я ему предлагал представить человека, который будет уполномочен вести со мной диалог о будущем нашей республики и нашей страны. Вот на этом закончился, он сказал, что он пришел к человеку. Первый разговор на этом. Второй разговор закончился тем, что, опять-таки, они мне доказали, их было много, они были вместе, и были все, кто раньше находились с нами, когда мы были независимыми и независимыми, свободными. Когда люди, которые входили в наши вооруженные структуры, кого-то я знал, но они меня все знали. Они каждый по очереди пытались поздороваться, пожелать мне всего наилучшего, и приглашали, что вот сегодня мы на самом деле стали по-настоящему свободными, независимыми, не то что Чечня, но и весь Кавказ сегодня Путин отдал чеченцам, и в частности Рамзану Кадыру. И для полного счастья им не хватало меня, чтобы я приехал и был вместе с ними, чтобы закрылась страница как бы противостояния России и Чечни. Вот в этом духе никаких оскольбительных выпадок, ничего не было, вот эти два телефонных разговора, потому что они надеялись склонить меня на свою сторону. Вот почему весь этот диалог и шел. Я считал, я думал и пытался их склонить на сторону нашу сторону, а они пытались склонить меня на свою сторону. Но у нас была беспроигрышная ситуация. Сам факт, что они нас признавали легитимными структурами власти Чеченской республики Ичкерия, это для нас было абсолютно политической победой именно в тот период. И поэтому они поняли, что мы, в принципе, их развели, и они не добились от этих встреч ничего для себя и в свою пользу. А мы, в принципе, приобрели исключительно хороший политический багаж в лице и западного сообщества, чеченского сообщества, которые поняли, что дело Ичкерии живет, и для международного сообщества, в частности институтов ПАСЭ и Европарламента, что чеченская тема для России даже не закрыта. И вот они тоже как-то активно включились в процесс поддержания нашей структуры и наших структур и нашей политики на Западе. Да, благодаря вам мне закрыта эта тема. Это хорошо. Я помню, что вы еще одно важное заявление сделали. 31 января этого года, выступая в Европарламенте, вы сказали, что 11 мая правительство Ичкерии планирует провести конференцию, на которой будет поставлен вопрос о ее восстановлении. Можно ли говорить, что с этого момента может какое-то восстание начаться? Или вот тот уже момент, точка невозврата, когда Ичкерия будет свободна? Ичкерия, безусловно, будет свободна. Это однозначно. У меня в этом нет вообще никаких сомнений. Вот 31 января мы сделали заявление о том, что мы проведем 11 мая конференцию по 105 годовщине создания Горской республики, которое произошло в 1918 году. И вот в мае исполнится 105 лет. И мы намерены провести такую конференцию с тем, чтобы на этой конференции обсудить вопросы, связанные о возможном восстановлении вот этого государственного образования, который, на мой взгляд, имеет реально все шансы быть восстановленным. И этот проект, мне кажется, абсолютно жизнеспособным. Потому что сегодня речь международной повестки и международной политики стоит относительно России, как жить без России после ее поражения в войне в Украине. Сейчас в повестке не стоит вопрос, как с ними жить, а как без них жить. И в этой ситуации, когда проводится форум, посвященный демонтажу Российской империи, уже был пятый форум в Европарламенте, где я принимал участие, я как один из вариантов предложил восстановление вот этого государственного образования, которое было создано в 1918 году, после уже развала Российской империи. И сегодня, когда распадается так называемая псевдодемократическая Россия, то есть та же Российская империя, мне кажется абсолютно реальным вернуться к этому проекту. И народы этих республик, этого региона, я думаю, что они уже готовы к тому, чтобы воссоздать и восстановить свою государственность. Но в любом случае мы в этом направлении будем работать, как независимое государство, Чеченская республика Ичкерия, заинтересована в том, чтобы в этом регионе создался стабильное государственное образование. А это возможно только объединив весь Кавказ в единое государственное образование на конфедеративной основе. И я уверен в том, что у нас это получится. Как думаете, при раскладе Российской Федерации Ичкерия это будет первой республикой, которая отсоединится от России? И в общем, какая роль Украины в освобождении Ичкерии? После поражения России в Украине, первой страной, которая освободится, вернее, второй страной, которая освободится от Российской империи, это будет Украина. На самом деле сегодня война в Украине, это и есть окончательное решение разрыва с Российской империей. Потому что Путин начал войну именно с претензиями на то, что Украина является частью Российской империи. Хотя это не соответствовало вообще никаким нормам. То же самое произошло в 1994 год, когда Россия совершила агрессию против Чеченской республики. Мы свою государственность точно так же, как Украина, восстановили в 90-е годы. Именно в 90-е годы в соответствии с законодательной основой тогдашнего государства СССР. Верховный Совет СССР принял законы, которые позволили и Украине, и самой России, и Чечено-Ингушской республике провозгласить государственную независимость и суверенитет. Тогда мир принял вот часть, когда распалась СССР, и Украину, и другие союзные республики были признаны как независимое государство. Но тогда Россия поставила вопрос о Чечне, что Чеченская республика Ичкерия, она является частью, и они будут намерены вернуть ее в состав Российской Федерации. Вот так они и сделали. Они в одностороннем порядке приняли свою конституцию и внесли Чеченскую республику как часть России. Просто в конституцию, которую они сами писали. Несмотря на то, что мы уже более года существовали как независимое государство, более двух лет даже, более трех лет. Да, в 93-м они приняли конституцию. А у нас конституция была принята в 92-м году. А независимость мы восстановили еще в 91-м году. То есть они просто в одностороннем порядке нас включили. И я считаю, что Чечня и Украина, эти два международных субъекта, которые откололись от России раньше всех других. А дальше, как будет идти процесс, я уверен в том, что именно Кавказ и Кавказский регион заявят о своей государственности в первую очередь после вот этого поражения России в Украине. В завершении я коротко бы вас спросила, какой вы видите судьбу Путина после полного разгрома российской армии в Украине и после полного провала в войне, если он еще это пока не понял. Так, естественно, я не могу утверждать, что вот так оно и будет. Но я скажу вам не о том, не о своем видении, а о своем желании. Я желаю, чтобы Путин и все другие люди, которые совершили преступления в Чечне, в Украине, в Ингушетии, в Азербайджане, в Грузии, чтобы они оказались на скамье подсудимых. И я считаю уверен в том, что и Украина, и весь мир должны сделать так, чтобы эти люди оказались на скамье подсудимых и было вынесено по ним судебное решение. Это мое огромное желание. И я считаю, что только после этого мир может говорить о свободе, о победе, о торжестве справедливости. И будем надеяться, что так оно и произойдет. Обязательно. В этом мы также не сомневаемся. Куринский народ также с свободным чеченским народом. Мы вас поддерживаем. Спасибо вам большое за важный разговор, за время. Ахмед Закаев, чеченский политик, глава уряда Чеченской республики. Дякую вам, пане Ахмед. Дякую, Анастасія. Друзья, я ж нагадаю, это фабрика новин. Ставьте лайк, обязательно подписывайтесь. И ваши комментарии мы также ждем под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok